Итак, всякого, кто исповедует Меня перед людьми, того исповедуем и Я перед Отцем Моим Небесным. А кто отречится от Меня перед людьми, отрекусь от того и Я перед Отцем Моим Небесным. Кто любит Отца или Мать, более неже Меня, недостой Меня. И кто любит Сына или Дочь, более Меня, недостоин Меня. И кто не берет креста своего и не следует за Мною, тот не достоин Меня. Тогда Петр, отвечая, сказал Ему, вот мы оставили все и последовали за тобой, что же будет нам? Иисус же сказал им, истинно говорю вам, что вы, последующий за Мною, в пати бытие, когда сядет Сын Человеческий на престоле Славы Своей, сядете и вы на 12 прислуг судить 12 колен Израилевых. И все, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или матерь, или жену, или детей на земле ради имени Моего, получат на 100 крат и наследуют жизнь вечную. Многие же будут первые и последние, а последние первыми. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня, братья и сестры, мы с вами читали странные сроки, которые не каждый вмещает в себя. Господь говорит, обращаясь к нам, о том, что кто любит мать, или отца, или детей своих более чем вина, меня, тот не достоин меня. Вообще, само по себе, то, что Господь говорит, на первый взгляд, может показаться странным, потому что, как можно противоставить любовь к самым близким людям, к твоим маме, к папе, к детям твоим, противоставить любви к Богу. Но, если мы с вами вдумаемся, то мы с вами должны понять одну очень важную вещь, что источник всякой благодати и всякой любви на земле и всего вообще хорошего и доброго в человеке является сам Бог. Мы с вами недавно праздновали День Троицы и Духа Святаго. Мы с вами люди, прожившие довольно длительное время в такой пространстве, в атмосфере материализма. То, что с нами сейчас происходит, еще недавно описывалось в научно-фантастических фильмах. Летающие аппараты, которых мы называем самолеты, вертолеты. А совершенно удивительная, волшебная связь сотовая, которая позволяет мне видеть лицо в лицо и разговаривать прямо буквально в режиме реального времени с человеком, который находится за тысячи километров от меня. Все еще недавно это все еще было научной фантастикой, а сейчас все это реализовалось, и мы с вами этим пользуемся. Точно так же, как раньше люди пользовались поварешкой или лопатой. Мы берем телефон и разговариваем с человеком, который находится вообще в другой стране. Это нормально. Мы с вами читаем книги, какие-то ресурсы, залезаем, смотрим в видеофильме, в коробочке, которая у меня лежит в кармане. И в этой коробочке памяти больше, чем, я не знаю, там, наверное, в библиотеке Ленина. Все книги, если забить в один ресурс, то, наверное, это будет по объему меньше, чем память моего телефона. И одновременно мы с вами через все это привыкаем к тому, что мир это такой пространстве, где можно все пощупать, потрогать, проверить и измерить линейкой, на весах измерить, практически использовать. И вот этот рационализм, он, с одной стороны, правильный, потому что через разумное отношение к миру мы учимся мир постигать. Это должно так и быть, потому что мы с вами раньше о мире знали все, а там и Ева знали о мире абсолютно все. Они были в этом плане людьми, которые обладали максимальным знанием о мире. Мы с вами через время это знание все потеряли, и мы пытаемся через культуру, через науку восполнить то, что мы потеряли, разорвав отношение с Богом, согрешив. Мы с вами пытаемся все это компенсировать. Ну и правильно, мы с вами тянемся к знанию, это хорошо, читаем много, изучаем окружающий мир, на кораблях подводных спускаемся на дно море, на космических в космос залетаем, чего-то мы там немножко изучили вокруг себя. Но при всем при этом мы погружаем сами себя в эту практичность окружающего мира. Все, что не несет мне конкретной пользы, уже перестает иметь какое-то серьезное важное значение. Вот, смотри, как упал сейчас в людей интерес к стихам. Потому что стихи не несут никакой практической пользы. Как сейчас люди читают, в том числе и классику, а как я ее применить завтра могу в своей жизни, как я на этом смогу заработать, какую пользу мне это даст в буквальном смысле, как это можно все потрогать. Мы с вами перестаем ценить какие-то вещи, которые, еще раз повторяюсь, нельзя измерить. Честь, достоинство, совесть. Это же вещи такие нерациональные, сложно какими-то точными категориями определить. И у нас из жизни это начинает все выходить. В том числе и наши отношения к окружающим людям, к любви и так далее. У нас еще и эмоции. На эмоциях очень много построят. И век нынешний, он сознательно эмоции поддерживает в человеке. Потому что если человек вообще станет еще эмоциональным, и сложно будет управлять. И у нас поддерживают эмоции, которые действуют на наши такие примитивные страсти. И мы с вами испытываем эти эмоции, порой думаем, что это чувства, серьезные чувства, глубокие чувства. И выстраиваем свои отношения к окружающему миру на таких вещах, в которые мы не вдумываемся. Я много раз разговариваю с женщинами, может где-то немножко их провоцирую, спрашиваю о том, почему они любят, допустим, много меньше им своего ребенка. И женщины удивляются, как я могу своего ребенка не любить больше всего на свете. Я говорю, насколько глубоко вы вообще не понимаете, в чем ваша вера должна быть, и вообще, что только ваша любовь к вашему ребенку. Ведь источник вот этой любви, власть, вот этого чувства любви к вашему ребенку является Бог. Представьте, если бы я спросил у вас, а кого вы любите, что вы любите больше, или кого? Вашего ребенка, вот вашу дочку любимую, или мизинец, который есть на ее руке. Вы бы засмеялись, когда башню этот вопрос задаете. Как я могу мизинец любить больше, чем свою дочку? Действительно, если у нашего ребенка там какой-то там аварии, там при каком-то несчастном случае палец отрубит, я же не перестану любить ребенка своего, потому что его стало меньше. Я понимаю, что я еще больше его буду любить, потому что мне будет жалко, и я буду ему сустрадать. И вот любовь наша к нашим детям, это точно так же чувства как бы производные и второстепенное по отношению любви к Богу. Так должно быть. Потому что Бог есть источник всего. И любить что-то на земле или кого-то на земле больше, чем Бога, это значит вообще не понимать природу этих чувств. Мы с вами в первую очередь ярко проявляем свою любовь вообще в том виде, в котором она должна быть, с жертвенностью, с отдачей себя, с умолением себя. Первое, что мы проявляем по отношению к своим детям. Мы им можем все отдать, и деньги последние, и там рубаху с себя снять, там последним детям своим отдать. Мы можем жизнь свою отдать, родить детей. Но смотрите, дети же наши вырастают, они от нас уезжают, начинают жить своей жизнью, они не нашей жизнью живут. Нам кажется, что вот мы свою жизнь не посвящаем детям, а им 20 лет стало, они раз в портули куда-то учиться, уехали, они уже от нас оторвались, свою жизнь выстраивают. Они еще кормятся из наших рук, они еще от нас на переводы денежные получают, мы им квартиру снимаем, мы там на Сибирске или в Иркутске. А все равно они уже оторвались, хотя от нас зависит. А потом они замуж уходят или женятся, у них своя семья прошла, они вообще становятся, живут уже, летают по своей орбите, у них своя жизнь. Мы с трудом как-то болезненно все это переживаем, некоторые родители всю жизнь посвящают тем, что за своими детьми бегают, окончательную жизнь свою посвящают, но дети все равно живут своей жизнью, у них есть свой уголок в жизни. А вот чем любовь к Богу должна отличаться от любви к своему ребенку? А тем, что как раз у Бога, в отношении с Богом у нас не должно быть таких моментов, как с нашими же детьми или с другими близкими людьми, потому что Бог – это не час моего мира, это не какой-то момент, в котором я с ним ближе или дальше, это не то, что вот сейчас это есть много, а завтра это нормально, завтра будет мало. А Бог – это то, что должно наполнять вообще любовь к Богу, то, что должно наполнять мою жизнь вообще повсеместно, всегда, вообще всегда. И в огромном количестве, и в отличие от отношений с людьми, с Богом, чем ты больше в него погружаешься, то его больше становится. Чем ты дольше с ним живешь, с Богом, тем это любви Божьей становится больше. И она наполняет тебя всего. Мы сегодня с вами празднуем День Всех Святых. Это те люди, которые про… про как вы угодили Богу своей жизнью. Кто такие святые? Нужно сразу сказать, что мы не всех святых знаем. И не всех святых мы с вами вот на иконах когда-то изобразили, потому что святых гораздо больше, чем мы с вами знаем. А церковь показывает святых, а не святыми, становится не то, что мы их признали святыми, и иконы нарисовали. Вот собрался сенот и решил, что вот такой-то, значит, там, Иванов Иван Иванович, значит, мы считаем его святым. Проголосовали его святым, сразу же там, нет, конечно. А святой – это тот, который заслужил святость перед Богом, а не перед священным сеноном. Не перед нами, сегодняшними людьми. Святой – это тот человек, который святой, независимо от нашего с вами, значит, желания. А церковь его специально выделяет и нам показывает, и она, и о нем нам говорит, чтобы мы с вами имели подражание этому человеку. Когда ты видишь некий пример, значит, перед собой, то тебе легче этим путем идти. Понимаете, вот как вот, вот, если вы по тайге идете по глубокому снегу, то всегда впереди посылают самого сильного в тайге. идти там в ложню убить или просто так, значит, тропу набивать. Почему? Потому что очень тяжело и ты устаешь. Те, кто послабеет, идут сзади. И вот в нашей жизни святые – те люди, которые самые сильные в духовном плане, они нам тропуют и пробивают. И мы с вами потом, когда начинаем жить, понимаете, вот умные христиане, они не начнут метаться вообще по этому снежному полю жизненному для того, чтобы быстро выбиться из силы, значит, заглохнуть, затухнуть и где-то упасть и умереть, замерзнуть на этом поле, потому что невозможно постоянно по целению идти. А умные люди, как раз, подо дрове, которую для них кто-то уже набил. И вот святые, как раз те люди, которые набили нам эту дрову, к которой мы с вами идем. И это некий пример для нас, и церковь говорит, вот смотрите, вот этот человек, как прожил, это вообще идеальный образ монаха. А этот человек, значит, святитель, епископ, который прожил удивительную жизнь и был светильником для всех людей. А это князь, представляете, или там какой-то правительный царь, который образ насточивал христианина, сохранил даже будущий царем. Кстати, вот в такой плаке, политической борьбе он удалился быть христианином, честно, порядочным человеком. Несмотря на все, ну, Николай II, сколько вы не катекуете, потрясающий человек, как минимум. Он образ христианский сохранил даже в таком очень сложном месте. А это просто вот человек, мирянин, это убожество, уборщица. Человек, который работал на самой простой работе. И церковь, она даже вот в этом месте она святой стала. И все святые, вы знаете, вот если мы возьмем всех святых, то ознакомивших с ихними житиями мы сами не можем сказать уже, что я не могу быть святым, потому что у меня работа тяжелая. Или я не могу быть святым, потому что у меня там много детей или огород большой, или я живу там далеко от монастырей, там, от святых мест, там и так далее. Да ничего подобного. Когда мы с вами смотрим на святых, мы видим любой пример вообще жизненный, который человек в жизни реализовал как свою личную святость перед Богом. Любой, оказывается, человек из любой среды, из любого состояния, рабочий, там, не знаю, какой-нибудь партийный работник, милиционер, военный, кто угодно может стать святым. И святыми, если мы не становимся, как говорил Серафим Саруский, только по одной причине, потому что у нас нет решенности, у нас нет в этом потребности, у нас голода нет. Мы на самом деле с вами зарастаем салом материального употребления. Чем мы с вами лучше живем, тем меньше мы вообще в небо смотрим. У нас на самом деле сало нарастает не на животе, а в голове. И причем так нарастает сало в голове, что голова клонится книзу, и мы с вами небо это Божье не видим. Я даже вспоминаю советские времена, советские даже времена, вспоминаю, как мы вообще бурно спорили, о чем мы спорили, о том, кто какую машину купил, что ли, ничего подобного. Мы спорили о том, что это правда, что такое истина, из-за того, что мы там не могли согласиться с тем или иным утверждением какого-то известного человека. В этом не было вообще никакой корысти в наших спорах, никакой потребности потом как-то это реализовать материально. Сейчас у нас дети ходят по кружкам, даже, знаете, как мы их учим с самого начала, даже в школах, когда мы закладываем какую-то некую практичность в каждом ушании. Любой кружок, зачем нужно, чтобы получить какие-то грамоты в так называемом портфелиум. Словка такая дурацкая, почему-то для меня напоминает сумку для буратино в портфелиуме. Ничего русского нельзя было найти. И вот в любой кружок мы идем, в любой идем круглый стол, какой-то там семена проводят в школы. И во-сего все говорят, а зачем тебе идти? Ты должен там получить какую-то бумажку в портфелье, чтобы тебе было потом удобнее поступать. А при всем при этом мы ему не говорим, слушай, прощите стихи, посмотри, какие чудные стихи. А зачем? А что они мне дают? А как что они тебе дают? Ты прощел их, сел, и ты сидишь молча, в тебе что-то происходит. Это даже нельзя объяснить, что в тебе происходит, но ты чувствуешь, что там что-то живое внутри. Понимаете, не в животе живое, не живое там где-то в каких-то других потребностях твоих, а именно внутри, где-то в сердце у тебя что-то живое. Это связано не с плотью, ткани какой-то там телесной, а связано с тем, что мы своей душой называем. И молитва она точно такая же. Я помню, у меня было в течение года два абсолютно одинаковых разговора. Первый разговор был с одним очень образованным и богатым человеком, вы все его знаете. Этого человека, это такой этот наш якутский олигарх. Я с ним в самолете летел с Москвы. И у нас с ним разговор был. Он мне говорит, причем один раз нашему храму помогал, он мне говорит, ну там разговорили с ним о вере. Он говорит, а мне ведь что от веры, что мне вера даст? У меня что, у меня улучшатся показатели финансово-хозяйственной деятельности? Я говорю, не знаю, может и улучшится, а может и ухудшится, мы же не ради этого сейчас о вере говорим. Нам говорит, ну вот видите, практически мне это ничего не принесет, с какой-то смысл не большой вере. Человек образованный, с высшим образованием умный. И буквально в этот же год я в ней с одним крестьянином разговаривал, мне то же самое сказал, абсолютно то же самое. Говорит, отец Сантулин, а какой мне, говорит, прок от вашей веры? У меня что, говорит, на тое молоковую корову вырастут. То есть, всякие разные заводы, у одного две коровы, у другого там большие заводы собственности. Один там для одного 50 тысяч рублей это фантастические деньги, а другой завещик там в ресторане 50 тысяч долларов подает. А на самом деле уровень восприятия мира один и тот же. Один и тот же, абсолютно один и тот же уровень восприятия мира. А вот последние недели-две очень часто вспоминаю бабушку, не знаю, что случилось, с которой вот, наверное, года 3-4 назад общался, у нее дедушка умер, и она мне позвонила и попросила его отпеть. И я с ней долго разговаривал с бабушкой, там, от чего умер, от чего умер, куда приезжать, там, и так далее. Мы все отговаривали, нас прошел, что надо купить, там, свечи, там, панихидный набор, отпевание. Потом я спросил, говорю, слушайте, я забыл вас спросить, а дедушка, это воскрещенный, не крещенный? Я так раз задумался, говорю, слушайте, я не знаю, они были такие старенькие уже по возрасту, я еще подумал, может они уже в старости сошлись, так бывает, в старости сходят, еще мало я говорю, в смысле не знаете, а вы с ним сколько лет-то прожили? Она говорит, 50 вообще-то, я уже не помню, ага, 57, допустим. Я говорю, как вы 57 лет с ним прожили, и ни разу о Боге не говорили? Она есть, кто мне так признался, что нет, ни разу о Боге не говорили? Представляете, я испытал какое-то, не то что, потрясение, и какое-то смешанное было, и потрясение, и удивление, чувство страха, у меня все вместе было. Я говорю, вы бы на чем только в своей жизни не говорили? О политике, о картошке, о ягоде, о грибах, о соседях, о собаках, о досках, о тараканах, о энцефалитах, клещах, и ни разу про Бога не говорили. И мне действительно как-то стало страшно, насколько человек может от Бога отрываться. И апостол Павел прав, просто глубоко прав в своих словах о том, как мир нас обманывает. И мы с вами с удовольствием в этот мир обмана погружаемся. Вы бы знаете, для меня сейчас последний год стало как-то очень, даже не последний год, а последние, наверное, месяца три, вот когда у нас спецоперация началась, и стало как-то очень, ну, больше про материал, про Украину читаешь. Я даже на украинских пабликах сижу на этих ресурсах, читаю, и я начал себя чутко понимать, что времена Антихриста это будут времена тотальной лужи, тотального обмана, погружения всех в какую-то выданную, выданную, какой-то мир, знаете, таких-то каких-то страшных клоунов, клоунов, которые будут сказать все, что мы с вами делаем. И в этом мире можно будет только хохотать, даже не смеяться, а хохотать, радоваться по-настоящему вообще никогда нельзя быть в этом мире. Это какой-то мир такой тотальной сплошной лжи, и политики лгут, и актеры лгут, и писатели лгут, простые люди лгут, и люди погружаются в ложь до такой степени, что для них ложь становится правдой, и все вообще переворачивается. Кто из вас читал замечательный роман Джорджа Орелла «1984». Мы в свое время, когда 80-е годы этот роман читали, воспринимали, что это критика советской власти. Он был очень популярный в конце 80-х. Книжку это на ночь, на ночь ты дай тебе через знакомого берешь, к утру нужно вернуть. Вот сидишь и все равно считаешь, чтобы успеть к обеду ее отнести. А я теперь понимаю, что это на самом деле про мир западный. Потому что мы с вами жили в пространстве Советского Союза. Все это захватили практически. Там же было и хорошее, и плохое. Я как-то, понимаете, я как-то четко воспринимаю, что те деформации, которые были в Советском Союзе, это было то, что мы с запада восприняли как родовые пятна первого большевизма. Потому что мы от западных социалистов, от западных социал-демократов воспринимали. И совсем с этим мы с вами проглотили очень много того, что нас оттолкнуло от Бога. В том числе этот рационализм. Я не в том, что я против науки, я за наукой. Но если уж быть рациональным, нужно быть рациональным до конца тогда. Потому что все мы помрем, и все мы пойдем в Царствие Небесное, и там нас Господь будет судить. Если быть рациональным человеком, то нужно из храма вообще не выходить отсюда. Не выходить отсюда тогда из храма, если ты рациональный человек. Потому что все равно здесь на земле все кончится, все придем к Богу на суд Божий. И мы должны себе там место уже готовить здесь заранее. Вот это что для меня рациональное. Это для меня человек трезвомыслящий, который в воскресенье идет в храм и причащается. И пытается Богом жить. И Господь сегодняшний Евангелий такие нам жесткие ранки с вами ставит. Он нам говорит, что если ты не исповедуешь меня перед лицом Отца моего Небесного, я не исповедую тебя перед лицом людей, я не исповедую тебя перед лицом Отца моего Небесного. Очень все по-честному. Ты от меня отрекаешься, я не буду за тобой бегать. Я достаточно много сделал для тебя Я на кресте умер ради тебя И что я еще должен Для тебя сделать? Постоянно тебя уговаривают Если ты уходишь от меня Ты свободный человек, уходи Но ты меня там не встретишь Так нельзя, что здесь ты живешь в угоду людям Отрекаешься от Бога, туда идешь Потом с Богом живешь Происходит страшная штука, ребята У нас в стране 70% крещенных людей То есть это те люди, которые приходили В храм, говорили перед священником Перед святыми иконами Говорили свои обязательства чистой совести Во время крещения Во время таинства крещения И где эти люди сейчас? Получается, они клятву давали Получается, у нас страна клятва преступников Когда у нас сейчас люди говорят, что мы плохо живем У нас там нет асфальта и так далее Я говорю, да люди радуются, что вы вообще живы Потому что по нашим с вами преступлениям Нашему отношению к Богу Мы с вами вообще существовать не должны Господь должен был испепелить, как Содом и Гамору Уже давным-давно Испепелить должен уже Потому что мы все с вами Мало того, что мы сами грешим с вами Мы еще все сами терпимы Это греху Мы все терпимы Это греху А насколько мы с вами Испержены Я вам просто напомню Три года назад Перед пандемией Помните, у нас здесь девочки Собирали подписи На храме В воскресенье Они встали с подписными листами Подписи Подписи против абортов Там в Госдуму Обращение Русской просланды церкви Попросили на приходах Собрать подписи Вы знаете, мне потом девочки Что рассказывали Большую часть отказывалась Эти подписи ставить И всех людей В воскресенье В храм приходил А некоторые даже Грозились милицию вызвать Сказали, что здесь Сектанты Какой-то деятельность Разводите Непонятно Чем-то непонятным Занимаемся Девушки шокированы были С молодежного отдела Еще несколько человек Приходили Где-то там участвовали Девочки Нечисленные церковные Но они удивились Такой реакции Господи помилуй Что с нами происходит Что с нами происходит Неужели Все у нас Сфокусировано Только на редиске Которое сегодня В огороде растет Господь как раз Об этом говорит Почему мы с вами Не поставлены В тех жестких условиях Которые жили Первые христиане Первых веков Мы с вами Не поставлены В те жесткие Тяжелые условия Которые жили христиане В советские времена Наша исповенная вера Это вообще мизерно От нас Господь Вообще мизер Мы настолько Слабые стали Что он от нас Мизер просит Мизер просит Но и тот Мизер не делает Мы с вами молчим Когда ходят Мы с вами молчим Когда грязью Там в интернете Поливают Олимпийскопы Или священий Молчим мы с вами Мы с вами сидим Где-то в коллективах И кто-то начинает Смеяться Над священником И церковью Мы с вами Молчим Потому что Неудобно вступать В конфликт С большим кругом Людей Лучше промолчать И вот это и есть Отступление от Бога Это и есть Потеря любви И при всем при этом Мы потом С вами должны понимать Что подданной любви У нас к детям нет Почему? Потому что подданная Любовь Она всегда Зиждется На правде Представляете Я вот С одним мужчиной Здесь в Ленске Разговаривал И он мне рассказывал Хвастаясь Рассказывал Как сын его вырос Сын там был Уже 20 лет И они в Новосибирске Вместе Заказывали там По телефону Девочек Легкого поведения Солидный Дяденька Такой Довольно известный Обеспеченный В возрасте Он должен быть Умудрен И он хвастался Что они вместе С сыном Блудили Это и есть Как раз Ему казалось Что он его любит Сына Он его пытается Сделать взрослым Научить и ученик Слушайте Мы же делаем Не так До той степени Грязно Мы же часто Так делаем Вот Ребенку Хочется утром Поспать Мы его Крам не ведем Мы не настаиваем На это Ладно Поспи Хорошо Потому что Ты же В субботу На кружок Ходил Не выспался А в воскресенье Ну ладно Поспи То есть Мы между Кружком Для ребенка И церкви Выбираем Кружок Мы Воскресная школа У нас здесь И преподаватель У нас хороший И материально Технические У нас условия Хорошие А у нас люди Даже не выбирают Когда есть выбор Между Какой-то секцией И Воскресной школой У нас люди Даже не выбирают Они идут на секцию Даже наши прихожане И они говорят Я люблю своего ребенка А если ты любишь Ребенка Ты же ему должен Благо давать Да Должен благо давать А ты же ему Зло делаешь Ты зло делаешь Тем что Игрушками балуешь Деньгами балуешь Зло делаешь То что Не даешь ему Дома работать Отдохни еще Порежи Я сама посуду Помою И так далее Ты же зло ему делаешь И это как раз Из непонимания Вообще отсутствие Любви к Богу Когда у нас Любовь к Богу Есть действительно Серьезная Когда мы эту любовь Можем инкопорировать И реализовать В своей жизни Потому что Эмоции Это не всегда любовь Я могу эмоционально Вокруг какого-то человека Бегать Трясись всю свою жизнь И просто вывести Эгоиста Негодяя Который сам плохо проживет И другим людям Жить будет портить И мы называем это Любовь Я же его люблю Я же ему все покупал Вот я сейчас С одной женщиной Общался на Сибирске У нее девочка 13 лет Она ее С детского дома взяла Маленькую совсем Совсем маленькую Грудную взяла А женщина Очень богатая Ну просто Очень обеспеченная То есть Ей лень готовит Она в дорогие рестораны Ходит кушать Закусить Небогатая В 13 лет Девочка Сорвала Вообще ее порвала Почему? Потому что она ее так растила Телефон не телефон Самокат не самокат Ничего не делай Лежи Это все помоют Там уберутся все Это любовь Вы хотите сказать? И мы с вами Когда я сейчас говорила О том что Я люблю своего ребенка Мы все должны понимать Если я Бога не люблю У меня вполне возможно К ребенку одни эмоции Любви настоящей нету Потому что я благо ребенка В конце концов Свою не принесу Вот о чем Господь говорит И мы с вами должны Это четко и ясно понимать Если мы Бога не любим Больше Значит Ребенка своего То мы не достойны Если мы не любим Бога больше Чем Родину свою Чем свою работу Мы не достойны вообще Бога И вообще ничего порядочного В этой жизни Мы не достойны У нас будет Как бы стрекозы Какое-то время Здесь повеселиться А потом будет осень Серьезно Большая глубокая осень А мы с вами должны Бога исповедовать Постоянно Во всех своих послугах Да Простите Я вас всех еще раз Поздравляю С воскресным днем Да Я хотел Поздравить Марину Ивановну Балагурову С именинами Вашу именин Машу Елену Тоже с именинами Катя Тоже с именинами Тамара С именинами Всех вас с именинами Сегодня день